К середине прошлого столетия в арсенале онкологии появилось достаточное количество высокоэффективных противоопухолевых средств как физической, так и химической природы. Как только консервативная терапия злокачественных новообразований стала реальностью, перед врачами и учеными возникла проблема повышения эффективности лечения. Эта проблема остается самой злободневной на протяжении всего периода существования онкологии. Мы видим два пути повышения эффективности лечения. В настоящее время наиболее популярным и разработанным является путь комбинации всех возможных противоопухолевых воздействий, направленных на блокирование и разрушение всех известных механизмов опухолевого роста. Мишенью таких комбинаций служат клетки и молекулы. Второй путь менее популярен. Это не только оптимизация противоопухолевых воздействий с учетом фактора времени, но и стремление к нормализации временной структуры организма. Таким образом, это воздействие не только на клетки и молекулы, но и на человека в целом. Подчеркнем, что обозначенные пути ни в коей мере не являются взаимоисключающими. Они могут успешно дополнять друг друга путем заимствования присущих каждому из них методов и подходов. Также и гормон мелатонин может найти свое место в обеих представленных концепциях повышения эффективности противоопухолевой терапии. Согласно сложившемуся представлению о том, что именно мелатонин является тем самым ключевым гормоном, регулирующим физиологический ход биологических ритмов, естественно предположить, что фармакологические средства, построенные на основе этого гормона, должны занять главенствующее место в терапии заболеваний, сопровождающихся разнообразными нарушениями суточных ритмов. Теория хронома, предполагающая генетическую детерминированность биологических ритмов, была сформулирована одним из основоположников хронобиологии Францем Хальбергом в середине XX века. В отношении околосуточных ритмов гениальное предвидение Хальберга подтверждено исследованием нобелевских лауреатов Холла, Росбаша и Янга. Три гена, обеспечивающих циркодианные изменения жизнедеятельности биологических объектов, определены. Ограничен ли генетический код суточных ритмов только этими тремя генами, покажет время. Если существует нормальное физиологическое состояние, характерное для здорового организма, значит, возможно и нарушение этого физиологического состояния, обусловленное болезнью. Это в полной мере относится и к временной организации процессов жизнедеятельности. Многочисленные исследования показали, что многие заболевания, сердечно-сосудистые, бронхопульмональные, гастроэнтерологические, даже психические, а также просто соматическое неблагополучие, могут сопровождаться десинхронозом. Мы приводим определения, данные в толковом словаре терминов хронобиологии, осторожно сформулированное Алпатовым. В нем нет намека на причинно-следственную связь, однако десинхроноз характеризуется как патологический синдром. Рассуждая о десинхронозе как о патологическом синдроме, зададимся вопросами. Что это? Фактор, предрасполагающий к развитию заболевания или составляющая часть, симптом болезни? На этот вопрос можно с уверенностью ответить. Экзогенный десинхроноз – предрасполагающий фактор, эндогенный – проявление болезни. Второй вопрос. Может ли мелатонин, как гормон-регулятор суточных ритмов, коррегировать их нарушения вне зависимости от причин и характера нарушений? Полагаем, да. Таким образом, десинхроноз, этот двуликий янус, вполне укладывается в понятие синдрома конкрофилии в обеих своих ипостасях. К эндогенным причинам десинхроноза, конечно же, можно отнести мутации в генах времени, но это далеко не единственная причина десинхроноза. Так, причиной эндогенного околосуточного десинхроноза может служить опухолевый процесс. Наше мнение базируется на экспериментальных и клинических исследованиях эндогенного десинхроноза как составляющей части синдрома конкрофилии и маркера активности опухолевого процесса. Разрешите представить вам результаты наших исследований, подтверждающие это положение. Перед вами результаты косинор-анализа показателей методической активности и объема пролиферативного пула. Данные, представленные на рисунках 1, 2 и 4, определяли по статмокинетическому индексу, а представленные на рисунке 3 путем проточной цитофлюориметрии. Прошу обратить внимание на рисунок 1. На нем вы видите циркодианный ритм методической активности костного мозга здоровых крыс. Мизер приходится на 22 часа. На втором рисунке циркодианный ритм методической активности клеток костного мозга у крыс с лимфосаркомой плиса. И этот рисунок практически не отличается от первого. Мизер также приходится на 22 часа. На третьем рисунке циркодианный ритм изменения объема пролиферативного полукостного мозга крыс с лимфосаркомой Плиса, и он подтверждает закономерность суточного ритма методической активности костного мозга крыс, поскольку максимальный объем предшествует пику пролиферативной активности. На рисунке 4 циркодианный ритм методической активности самой лимфосаркомы Плиса, собственно, злокачественного образования. Вы видите, что суточный ритм методической активности опухоли, во-первых, менее выражен, а мизер его наблюдается в противофазе к мизеру суточного ритма методической активности клеток костного мозга. Таким образом, если суточные ритмы пролиферации костного мозга предсказуемы и проистекают закономерно, то клетки паренхемы злокачественного новообразования, размножаясь автономно, либо утрачивают суточный ритм, либо их ритм инвертирован по отношению к костному мозговому. На этом рисунке вы видите результаты Косинороанализа показателей методической активности костного мозга больных со злокачественными новообразованиями. Методическую активность определяли по числу метафазных пластинок на 500 ядер костного мозга. Обследовано было 78 пациентов. Забор материала производили каждые 3 часа в течение суток. Из рисунка видно, что суточный ритм пролиферации есть. Максимальная методическая активность костного мозга человека наблюдается в 3 часа ночи. Минимальная активность приходится на временной интервал от 12 до 3 часов ночи. В 9 и 21 час наблюдались промежуточные значения, равные 5 промилле. А подчиняется ли суточной периодичности опухоль? На слайде суточные колебания методической активности в опухоли человека. Каждая пара столбиков – это одно наблюдение. Проанализированы данные 24 пациентов, то есть проведено 48 исследований. У пациентов были опухоли костей, мягких тканей и злокачественные лимфомы. В 3 часа ночи, обратите внимание, на темные столбики, подсчет производили по материалам биопсии, а в 15 часов светлые столбики – по операционному материалу. Количество методов в промилле определяли на 500 клеток паренхемы опухоли. Как видно из рисунка, в значительном большинстве случаев показатели методической активности существенно не отличались в дневное и ночное время. Однако в пяти опухолях наблюдали парадоксальную картину. Дневные показатели существенно превышали ночные. Таким образом, в опухоли суточный ритм методической активности в большинстве случаев отсутствует. Но примерно каждая пятая опухоль сохраняет суточный ритм методической активности и живет в противофазе к организму носителя опухоли, как паразит. В презентации мы представили именно эту фотографию, потому что гордимся, что наши данные были обработаны, подтверждены и опубликованы лабораторией Франца Хальберга. Таким образом, суточный десинхроноз определен в опухолевой ткани, а что происходит в организме в целом в то время, когда в нем разбивается злокачественная опухоль. Для того, чтобы понять это, мы изучили суточные ритмы таких интегративных показателей жизнедеятельности, как температура тела и частота сердечных сокращений. Вся сумма энергетических процессов отражается в этих показателях. Для того, чтобы оценивать нарушения суточных ритмов, сопряженные с опухолевым процессом, эндогенный десинхроноз, необходимо иметь представление о норме, некий эталон, с которым можно сравнивать обнаруженные у больных отклонения. Перед вами такой эталон – результаты хронобиологического обследования практически здоровых взрослых людей. Как вы видите, согласованные суточные ритмы были выявлены у трех четвертей практически здоровых волонтеров. Нельзя исключить, что одна четверть из них были носителями мутации в генах период, таймлес или дабл тайм. Также возможно, что суточные ритмы одного из изучаемых параметров у них отсутствовали по причинам, еще не ставшим известными. Прошу обратить внимание, что в этой контрольной группе не было ни одного человека, у которого отсутствовали бы суточные ритмы обоих показателей. А это результаты хронобиологического обследования онкологических больных до начала противоопухолевого лечения. Вы видите, что оба суточных ритма сохранены чуть более, чем у трети больных с злокачественными лимфомами и у 11% больных с солидными опухолями. Это белый сектор диаграмм. По сравнению с предыдущим слайдом появился черный сектор. Примерно у трети больных, вне зависимости от диагноза, отсутствуют оба суточных ритма. А это результаты обследования больных с злокачественными лимфомами, введенных в полную ремиссию. Белый сектор диаграмм – больные, у которых суточные ритмы восстановились. Правда, похоже на диаграмму, отображенную внизу, отражающую результаты обследования практически здоровых волонтеров. Найдите одно отличие. Правильно. В диаграммах больных сохраняется маленький черный сектор. У 5% больных отсутствуют оба ритма даже в период ремиссии. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, как и полная клиническая ремиссия. В период рецидива хронобиологическое обследование вновь показало, что только примерно четверть пациентов сохраняют суточные ритмы обоих показателей. Во время изучения хронобиологического статуса онкологических больных нам представилась редкая возможность воспользоваться близнецовым методом исследования. Редкая, потому что на тысячу родов приходится по статистике одно рождение двойни. Как часто у одного из близнецов возникает онкологическое заболевание, а другой остается здоровым, нам неизвестно. Мы наблюдали две пары однополых разнояйцевых близнецов, живших в родительских домах и соблюдавших одинаковый режим. При первичном обследовании у больных сестер отсутствовали суточные ритмы. В первой паре больная девочка страдала лимфомой Ходжкина. Во второй паре, кроме лимфомы Ходжкина, до этого у нее был выявлен злокачественный карциноид легкого и успешно прооперирован. Здоровые сестры проявляли хорошие суточные ритмы обоих показателей. Третья пара близнецов была разнополая. Больная лимфомой Ходжкина сестра уже была матерью семейства и строго соблюдала режим. Ее здоровый брат был холост, много работал, жил один и режим его был далек от идеала. Тем не менее, согласованные суточные ритмы у него определялись, а у его больной сестры нет. Длительные и продольные наблюдения удалось провести только в отношении одной близнецовой пары. Ремиссия продолжалась более 15 лет и все эти 15 лет суточные ритмы у больной сестры сохранялись все время. А вот здоровая девочка периодически демонстрировала рассогласованность ритмов или сглаживание ритмов частоты сердечных сокращений. Феномены восстановления суточных ритмов в период стойкой ремиссии и повторного развития досинхроноза в случаях возникновения рецидива зафиксированы также в процессе многолетнего динамического наблюдения других больных. Продолжительность продольных исследований составляла годы, но не превышала трех десятилетий. На основании представленных данных мы пришли к заключению, что нарушение суточных ритмов – одно из звеньев патогенетической цепи опухолевого процесса. А восстановление и нормализация суточных ритмов у больных, введенных в стойкую длительную ремиссию, является косвенным доказательством целесообразности включения мелатонина в схемы комбинированного лечения онкологических больных. Однако использование мелатонина в комбинированной терапии – условие необходимое, но недостаточное. Оно требует виртуозной осторожности, поскольку, во-первых, форма выпуска не соответствует суточным потребностям организма, она ее значительно превышает. Второе. Мелатонин нельзя применять длительно, срок приема не должен превышать несколько дней, в противном случае будет угнетена функция эпифиза. И главной хронобиологической особенностью приема мелатонина является правильный выбор времени суток строго перед сном. Благодарю за внимание.